Всем привет, друзья, с вами Маша Смолот, и сегодня у меня новый проект, для которого мне нужно сделать неограниченное количество ложечек, желательно одинаковых, но я решила попробовать взять разные породы дерева. Это мне нужно для того, чтобы выбрать древесину, из которой я буду делать все остальные ложечки. Прототипчиком будет вот эта ложечка, она предназначена для кофе. Сначала я думала, что я просто скопирую эту ложечку и вырежу такую же, но потом подумала, что нехорошо брать чужие дизайны и решила немного модифицировать эту ложечку, поэтому мне потребовалось некоторое время, чтобы нарисовать эскиз, подобрать более-менее интересную форму. Эти ложечки должны быть простыми, они нужны лишь для того, чтобы насыпать кофе или чай, скажем так, это такое приятное дополнение к повседневной бытовухе. Обязательно делаю вид сбоку, это нужно для того, чтобы понимать всю пластику ложки, и вследствие будет легче вырезать из дерева. Древесина у меня будет липо, ясень, ольха, дуб и бук. А, еще забыла клен. Ну а начну, пожалуй, с липы. Вырезаю свой шаблон из толстого картона, сейчас расскажу по размерам ложки. Диаметр внешней окружности будет 5 сантиметров, а внутренней 3,8 сантиметра. Длина ложечки будет 11 сантиметров, а глубина 2,5. Обводим наш шаблончик и идем на распил. Как жаль, что у меня нет ленточной пилы, это было бы гораздо и в разы быстрее и легче. Но так как у меня нет мастерской, я работаю дома, ни о какой ленточной пиле, конечно, речи не может идти. Поэтому сейчас как-нибудь будем пытаться это сделать с электрическим обликом. Недостаток этого способа тем, что у меня подошва упирается в струбцину, мне придется переворачивать заготовку, чтобы прорезать с другой стороны. Это все отнимает время, а время дорого. Советую быть очень аккуратными. Например, сейчас у меня просто выскочила заготовка. Никто не пострадал, но тем не менее нужно быть аккуратнее. И тут я поняла, что я накосячила. Причем так крупно накосячила. Прежде чем было все это вырезать, мне нужно было выбрать всю внутреннюю поверхность ложки. Иначе есть большой шанс сломать ручку, когда ее все равно придется потом прикручивать струбцины к столу. Вот это я накосячила. Но буду пытаться исправить это все дело. Буду пытаться аккуратно выбирать серединку. И что ж, в следующий раз буду умнее. Ну ничего, нашла небольшие кусочки и положила их под ложку так, чтобы давление не было таким сильным из-за изгиба ложки. Окта, забыла совсем сказать. Каждое видео будет отличаться друг от друга. Потому что я буду использовать разные методы изготовления ложек. Сегодня, допустим, у меня будет ложкорез плюс стамески плюс ножи. Ну, может быть, немножко бормашинки для убыстрения результата. Но в основном я буду работать ручным инструментом. То ли лыжи не едут, то ли я. Не могу понять, как работает ложкорез. Я давно не резала ложки. Да и всего я их три резала. И то без ложкореза. Всегда с клюкарзами. И он почему-то просто не режет. То ли сил мне не хватает. Это Моровский, кстати, ложкорез. При первой же работе с Липой у него был скол. И, естественно, речи не было о том, чтобы я сама это все затачивала. Я отвезла Татьянку. Сдала за 200 рублей на заточку. И вот мне заточили. С тех пор я, собственно, даже и не пробовала, почему он затупился. Если он затупился, непонятно. Ну, ладно. Будем ковырять дальше. Сейчас попробую чуть-чуть подправить на войлочном круге, намазанном с пастой Гои. Посмотрим. Может быть, так он будет лучше резать. И да, действительно, после правки стало гораздо лучше. И, пожалуй, я буду работать двумя руками, потому что силенок мне не хватает. Так, ну что. Результатом я, в общем-то, довольна. Сейчас только единственное, что немножко поработаю бормашинкой. Ну, а сейчас, используя ножички, снимаем оставшуюся лишнюю древесину. Ну, а сейчас, друзья, расскажу вам немножко о липе. Липа давно и широко используется в резьбе по дереву, поскольку легко режется и обладает чистой, практически белой древесиной. Поэтому в царские времена мошенники вырезали из липе копии царских печатей. Отсюда выражение липовой печати или просто липа. Подделка. Древесина у липа мягкая, не коробится, легко подается обработке. Часто из липа изготавливают кухонную утру, карандаши, всевозможные поделки и игрушки. Например, те же самые матрешки. Ну, не забываем про всякие нарды, шахматы и прочее. Липа лиственное дерево, достигающее до 30 метров в высоту и до метр в диаметре. Семейство липовых насчитывает около 50 видов. Я, кстати, не знаю, какой у меня вид липы. Без понятия. Древесина эта мягкая, прямослойная, обладает невысокой плотностью. Твердость древесины заметно увеличивается, если снизить влажность. При сушке липа практически не растрескивается и не меняет форму. Именно поэтому, кстати, ее используют для изготовления всяких поделок. Мне липа очень нравится и единственный минус у нее, пожалуй, это действительно белая текстура. Все-таки иногда хочется видеть прослойки, текстуру красивую в каких-то определенных деталях. Но для резьбы маленьких фигурок она очень подходит. А теперь приступаем к шлифовке бормашинкой. Как видите, я немного делаю форму и стараюсь, чтобы это все было аккуратненько и ровненько. Бормашинку я использую Dreaming 3000 со всевозможными насадками. Также у меня еще есть в наличии Strong 204, но это уже для мелких деталей. Также меняю насадки с зернистостью наждачки и потихоньку отполировываю. Теперь мы берем какой-нибудь лоток с водой и опускаем нашу лодочку. Это нужно для того, чтобы поднялся ворс, который мы после просушивания, конечно же, опять сошлифуем. И у нас будет гладенькая ложечка. Ну вот, пожалуй, на этом стоит остановиться в этом видео. В дальнейшем будет покрываться маслом, но это вы увидите уже в заключительном видео. На этом, считаю, первую часть закончена. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, это действительно очень важно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok